Дарья Каюмова. Отливка воском. Вступление. Отливка воском – древний эффективный способ очищения от различных негативных воздействий, деструктивных энергий, блоков, застоев и болезней. Спектр очищения с помощью отливки воском велик, ведь на воск можно перенести недуги, страхи, деструктивные энергии. Воск очень хорошо впитывает негативные энергии, когда он в расплавленном состоянии. Поэтому очень часто используют восковые отливки. Далее мы рассмотрим виды негативных воздействий и научимся делать диагностику, для того, чтобы уже эффективно применять отливки воском. Начнем. Как сделать диагностику. Диагностика – это очень важная вещь в магической работе. С помощью чего или как вы делаете диагностику себя или другого человека – не столь важно. Главное, чтобы вы научились считывать информацию с окружающего пространства или биополя человека. Но это приходит с опытом. Кто-то использует карты Таро, руны, кости, спички, ножи и так далее, со временем вы найдете свой инструмент, подходящий именно вам. Но пока, чтобы не быть слепым котенком в пространстве, я предлагаю вам обучиться работе с маятником. Простой и эффективный метод. Конечно, есть свои нюансы, но все не всегда идеально. Вам понадобится маятник. Их сейчас много видов в магазинах, Главное, чтобы его нить или цепочка не были больше расстояния от вашего локтя до кисти руки. Если вы не можете купить маятник, или у вас нет его на данный момент, возьмите кулон, кольцо и повяжите на нитку. Только для того, чтобы на вашем маятнике не было старой энергии, предварительно положите его в морозильную камеру на три дня, или обмойте водой, или поводите вокруг свечи, чтобы обнулить старую энергию. И вот ваш маятник готов к работе. Желательно, чтобы ваш локоть стоял на твердой поверхности, когда вы будете задавать свои вопросы через маятник. Сначала нужно его настроить. Попросите маятник качнуться в ту сторону, когда он будет отвечать на ваши вопросы «да». Потом качнуться в ту сторону, когда он будет отвечать вам «нет» и «нет» ответа. Запишите эти три положения маятника, чтобы потом не переспрашивать. Маятник может не только качаться вправо, влево, вперед и назад, а еще крутиться по часовой стрелке или против часовой. У каждого это индивидуально. Задавая ваши вопросы, вы должны понимать, что маятник будет отвечать «да», «нет», «нет» ответа, поэтому и вопросы нужно задавать соответствующие. Для достоверности ответов, во время того, когда вы задали вопрос, не смотрите на маятник. Таким образом, зрительно вы можете заставить его отвечать так, как вы хотите. Когда маятник отвечает, что «нет» ответа, в большинстве случаев, это означает, что вам пока рано знать эту информацию или по интересующему вас событию еще не сформирована нужная энергия.